Первый докладчик на сегодняшнем комитете по городскому хозяйству генеральный директор ПКК Лариса Потапченко. Отопительный сезон в северной части Полевского был завершен 16 мая. Прошел относительно благополучно, докладывает Лариса Юрьевна. За 9 месяцев произошло 47 аварийных ситуаций, на устранение которых было затрачено 879 тысяч рублей. Сегодня перед ПКК стоят новые задачи. Одна из них – это качественная подготовка энергосетевого комплекса к зиме 2016-2017 годов. На ремонт энергетических сетей и на ремонт жилого фонда запланировано в 2016 году 36,8 миллиона рублей. По прошлому году сумма составляла 38 миллионов рублей. В том числе по энергетическим сетям план 22,4 миллиона рублей. В том числе иниционная составляющая 15,5 миллионов рублей. На жилом фонде ПКК традиционно будет ремонтировать межпанельные швы, кровлю, а также благоустраивать придомовую территорию. Первоочередная же задача Полевской коммунальной – это снижение задолженности перед главным поставщиком энергоресурсов с северским трубным заводом. Полевская коммунальная компания должна на 19 мая 173 миллиона рублей. Население на 1 мая задолженность 120 миллионов рублей. И хотелось бы сравнить цифры. На 1 января 2016 года задолженность населения составляла 105,5 миллионов рублей. И должников, которые имели задолженность свыше двух месяцев – это 2000 абонентов. На 1 мая 2016 года задолженность уже составляет 120 миллионов рублей, а должников – 2700. А еще есть долги юридических лиц, среди которых лидеры – это ТСЖ. На сегодня задолженность товарищ собственников жилья составляет 10,5 миллионов рублей. В пятницу мы собирались в прокуратуре. В очередной раз я сказала, что есть необходимость, и это необходимо надо сделать в ближайшее время – перевести все ТСЖ на прямые платежи. Про это и говорю второй год. Чтобы деньги, коммунальные ресурсы не оседали на подготовку к отопительному периоду созданных ТСЖ. Средняя собираемость платежей от населения в сторону ПКК, по словам Ларисы Потапченко, составила по году 94%. И это прежде всего отразилось на наращивании задолженности перед поставщиком энергоресурсов, продолжает Лариса Юрьевна. На данный момент на СТЗ направлен график реструктуризации задолженности, согласно которого к 1 сентября текущего года Полевская коммунальная планирует выйти на сумму долга, не превышающую 120 миллионов рублей, а к 15 сентября сократить ее до 115 миллионов. От того, устроит ли этот график заводчан, зависит горячее водоснабжение жителей северной части города в летние месяцы, так как на сегодня этот вопрос остается открытым. Относительно же южной части, то здесь ждать воду раньше сентября уж точно не стоит. По новой энергетике на сегодняшний день составляет, получается, у нас 84 миллиона, но из них в оплате сейчас находится 18 миллионов, то есть составляется 66 миллионов 683 тысячи рублей. Это плюс 30 миллионов 21 тысячи, это Урал-Энергомашево, это та задолженность, которая новая энергетика переступила. В сентябре получается почти 96 миллионов задолжали энергетикам. Чистая вода задолженность составляет 3 миллиона, сельский трюмный завод около 9 миллионов. Кроме снижения задолженности перед поставщиками, перед руководством МУП ЖКХ Полевское стоит не менее важная задача. Это подготовка сети к предстоящему отопительному сезону. В условиях отсутствия денег это очень сложно. Для того, чтобы отремонтировать все аварийные участки и войти в зиму готовыми к холодам, необходимо как минимум 51 миллион, по факту на счете ноль. Сегодня руководство муниципального предприятия, как, впрочем, и администрация города рассчитывает на помощь в области, правительство которого пообещало выделить на ремонт сети южной части Полевского 15 миллионов рублей. Предусмотрены замены сетей в южной части города. Плова сеть от дома 31 до дома 33 по улице Хохрикова до дома 42-44. Тепловая сеть детский сад номер 63, тепловая сеть от ТП номер 9 в районе улицы Карла Макса, дом 2 до дома 55-55 по улице Волгарского, дом 2 улицы Карла Макса. Участок квартальной тепловой сети в районе Карла Макса, дом 27-44, дом 7. Еще один глобальный проект 2016 года, который администрация города планирует осуществить в ближайшие месяцы, это строительство котельной по улице Красноармейской. Выслушав всех, депутаты приходят к выводу, что работа в этом году предстоит огромная. Для того, чтобы не повторить печальный опыт прошлого отопительного сезона, когда котельная новой энергетики неоднократно останавливалась, необходимо более тщательно заниматься подготовкой. Для этого рекомендуется главе Полевского создать штаб, который будет в еженедельном режиме контролировать и отслеживать всю работу по энергосетевому комплексу. Во-вторых, более грамотно подойти к вопросу расчетов с поставщиками, рассмотреть возможность установки приборов учета на границе ответственности. Примет ли эти рекомендации глава к сведению, покажет время. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.